Дорогие друзья, продолжаем эту тему. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы Борны Юга. Украина с нами на связи. Наталья, я рада вас видеть. Приветствую в эфире информационного марафона телеканала Freedom. Доброе утро. Слава Украине, доброе. Героям слава. Традиционно следим за ситуацией и в Черном море. Действительно, координируем также свои действия с тем, что озвучиваете вы. И это очень важно. Опираемся на официальную информацию, в частности. Наталья, с вашего позволения, что бы вы могли добавить из той информации, достаточно короткая, но все же очень важная. Что сейчас происходит в отношении количества ракетоносителей в Черном море? Насколько есть сегодня? Понятно, что риски никуда не деваются, но именно сегодня мы говорим о сегодняшнем дне. Насколько велики риски со стороны противника в вопросе ракетных обстрелов Украины? По состоянию на данный момент ракетоносителей в море-2, это фрегаты, которые снаряжены каждые по 8 ракет. То есть суммарный зал может быть 16 ракет типа «Калибр». Это говорит о том, что враг продолжает держать напряжение на морском направлении, понимая, что других способов воздействия на море у него фактически не осталось, за исключением превосходства в небе и там, где он время от времени позволяет себе активность тактической авиации. Но если сравнивать с окончанием прошлого года, то эта активность значительно снизилась на морском направлении, она больше сосредоточена на сборе информации, чем на агрессивном поведении, которое раньше было присуще самолетам тактической авиации, которые использовались для доставки взрывоопасных предметов в направлении навигационного коридора. Сейчас, на протяжении этого года, мы не наблюдаем такой активности, они не позволяют себе таких пакостей в этом направлении, поскольку урок исчезновения одного из самолетов в районе острова Змеиный ими усвоен хорошо. Сталя, а как вы со своей стороны можете подтвердить ту информацию, которая до этого звучала там с разных? Или мы не можем раскрывать определенные детали того, как сейчас там работают силы обороны, в частности, южного направления Украины? По всей видимости, очень результативно и впечатляюще для врага. Прекрасный. Прекрасный короткий ответ, но такой короткий ответ зачастую глобальный, чем некоторые спикеры могут долго говорить. Можно было бы заканчивать, но нет, у нас еще 15 минут. Да, поехали. Кабы по поводу авиации. Что сейчас с ее применением, Наталья? Что вы скажете по поводу, ну как, активности, неактивности, да, и каким образом они сейчас используют авиационную составляющую, в частности, тех историй, которые касаются применения, ну, большой проблемы для Украины на разных направлениях, под названием вот эти кабы, да, управляемая авиационная боба и неуправляемая авиационная боба. К сожалению, несмотря на впечатляющее шоу, которое они наблюдали вчера на Крымском полуострове в отношении тактической авиации в том числе, они были, конечно, несколько активны, активны в отрицательном смысле для нас, потому что позволили себе и управляемая авиабомба в направлении правобережной Херсонщины и неуправляемые авиационные ракеты по левому берегу в направлении нашего плацдарма. И это говорит о том, что они пытаются найти новые пусковые рубежи, которые будут для них более безопасны в свете того, что была потеря трех самолетов на Херсонском направлении конкретно. Тем не менее, активность эта в разы ниже, чем та, которая характеризовала агрессию тактической авиации в ноябре и октябре прошлого года, когда за одни сутки было сброшено более 80 управляемых авиабомб. Тем не менее, школы, больницы, жилые кварталы снова попадают под бомбардировки. И, к сожалению, есть пострадавшие мирные люди, которые в правобережных населенных пунктах вдоль линии реки продолжают оставаться, несмотря на то, что им была предложена эвакуация. Но не все решаются на такой шаг. И многие остаются в населенных пунктах, которые поддаются вот таким бомбардировкам. Вот, Наталья, смотрите, мы вот тут давали информацию по поводу заявлений главы украинской разведки именин обороны Украины, главного управления Кирилла Буданова в интервью СНН, который отметил, что атаки по важным таким инфраструктурным объектам в разных городах Российской Федерации могут значительно усилиться. Мы можем сказать, что, ну, по сути, и этот год будет таким годом, давайте так, как, ну, вот этот тренд определенный в целом, да, обеспечение безопасности силами обороны Украины не только там на южном направлении, на левом берегу, правом берегу Херсонщины. Да, мы говорим о том, что и зерновой коридор, вот это также работает. И вот тут ВМС, абсолютно все силы обороны Юга, они работают, да, ну, сплоченно. Да, и мы можем сказать о том, что, по сути, это заявление Кирилла Буданова, мы можем немного так экстреполировать и на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Вот этот тренд, скажем так, да, преобладание огневой такой составляющей, огневого контроля со стороны Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова. Однозначно, там, где враг развернул свои ресурсы и пытается создавать хабы для поставок на фронт, это законная цель, и мы будем освобождать свои территории. Крым — это Украина, это наша территория, которая так же, как и любая другая захваченная врагом территория, будет освобождена. Здесь все те же проблемы. Мы имеем дело с врагом, который располагает свои военные объекты, прикрываясь мирным населением. Поэтому не так легко и просто отработать даже по тем объектам, которые нам известны. Поскольку, да, мы знаем, где конкретно развернули враги свои места базирования, но при этом понимаем опасность и угрозы для местного населения. Поэтому выверяем свои удары и свою работу строим с опорой на движение сопротивления и движения другие, которые есть в временно оккупированных территориях, партизанские и патриотические другие, типа «желтые ленты». Мы на них планируемся с тем, чтобы люди были осведомлены о той угрозе, которая может быть, и мирное население не пострадало. Наталья, я так же хочу немножечко, чтобы вы в нашем эфире так же прокомментировали буквально несколько дней тому, и вы подтвердили эту информацию, что россияне, я дословно цитирую ваши слова, мощно увеличили применение дронов на юге. Вот хотелось бы о дронах. Насколько это мощность, потому что дословные ваши слова, но они очень важны. Насколько мощно в сравнении, например, если даже мы говорим о периоде месяц назад, насколько существенна эта разница? И как вы считаете, в связи с чем увеличено это количество до таких масштабов? От трех до четырех раз увеличено за сутки. То есть, если раньше это было до 20 дронов за сутки, сегодня мы фиксируем 60 и более. За один боевой день фактически мы видим увеличение количества FPV-дронов, увеличение количества применения ланцетов. Мы фиксируем также активность таких дальновойных барражирующих снарядов, как шахет, в направлении при фронтовых территорий. Все это связываем с тем, что наша мощная контрбатарейная работа, выбивающая огневые позиции врага, уничтожающая его артиллерию, уничтожающая склады с боеприпасами, полевые пункты боепоставок, все это усложняет работу артиллерийской компоненты, и враг, откинутый на определенное расстояние, пытаясь сохранять свой личный состав, начал использовать более интенсивно вот такое дальнобойное оружие, как дрон. При этом ими управлять легче, чем артиллерией, потому что не так легко выявить пункт управления беспилотными летательными аппаратами. И, соответственно, их наличие в подразделениях тоже определяет вид ведения боевой работы. Давайте поговорим в целом о ситуации не только на разных участках фронта, но, в частности, южного направления. Мы оттолкнемся вот от этой информации. Российские войска усилили штурмы на нескольких участках фронта. Они возобновили механизированные атаки и пытаются наступать, в частности, возле Бахмута, к юго-западу от Донецка, а также на Авдеевском и Купинском направлениях, сообщает Институт изучения войны. Но, кроме того, армия Российской Федерации пытается и безыспешно выбить украинских военных с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, и там продолжаются бои в районе Крынок. Наталья, но ваша оценка ситуации именно того, что касается Херсонщины и, в частности, Левобережья Днепра? Да, действительно, штурмы не прекращаются. Они очень часто сводятся к минимуму, аж до одного штурма за день, но не прекращаются. Хотя бы один раз на прочность нас проверяют в течение боевых суток. И за прошлые боевые сутки мы насчитали три таких боевых штурма, но они были так же безрезультативны, как и в предыдущий день. Это 15 штурмов. То есть количество не переходит в качество. И именно с тем и связана вот такая вот диаграмма кривая провалов штурмов оккупантов, что безуспешность этих действий и отсутствие поддержки техникой, бронетехникой, командование по-прежнему не дает добро на использование штурмовым группам для прикрытия бронетехники. Вот и порождает такие морально-психологические качели, которые происходят в подразделениях оккупантов. Несколько дней назад они попробовали усилить одну из групп танка. Немедленно его потеряли, то есть он был сожжен. И снова использование техники было сведено к нулю. Наталья, получается, что они при всем при этом технику экономят. Как мы понимаем, трактуя ваши слова, вы можете подтвердить, что, по сути, только вот живой силой они пытаются взять вот этот для себя желаемый рубеж? Очевидно, что они делают ставку на то, что подразделения силы обороны не имеют техники на левом берегу. Понятно, что переместиться через реку Днепр вместе с техникой – это очень сложная операция. И в тех условиях логистики, которые есть сегодня, это фактически невозможно. Но врагам будут ждать еще сюрпризы однозначно. А сейчас они пытаются сэкономить вот ту технику, которая, как они понимают, очень скоро им понадобится совсем в других боестолкновениях. Но если мы говорим о потребности в живой силе, мы понимаем, что та же мобилизация, которая была оглашена в Российской Федерации, она и не прекращалась. Если мы говорим о временно оккупированной территории Херсонской области, Наталья, что вы скажете по поводу вот этих мобилизационных процессов и как армия противника привлекает, возможно, мужскую часть населения, которая вынуждена оказалась на территории, временно оккупированной территории в части Херсонской области? На это, знаете, с учетом можем вспомнить, как мы понимаем, усиление контроля, да, вот так называемая админграница. Да, когда люди просто пересекают ее, и, понятное дело, ты так или иначе, если тебе очень нужно, ну, мягко говоря, будешь общаться с этими оккупантами. Действительно, усиление фильтрационных мероприятий и увеличение количества контрольных пунктов, таких как блокпосты или просто контрольно-пропускные пункты, как они установили на границе административной Херсонской области и Крымского полуострова, они пытаются таким образом продолжать проводить скрытую мобилизацию и навязчивую паспортизацию. То есть на каждом контрольном пункте, фактически передавая документы в руки оккупантов, вы их уже и лишаетесь. Они автоматически обмениваются на российские, то есть вы сразу же становитесь, навязчиво становитесь гражданином России, а, соответственно, и попадаете под мобилизационную обязанность. И таким образом формируются списки тех, кто поначалу пополняет ряды так называемой терробороны, якобы для обороны своего населенного пункта, а позже, после нескольких недель подготовки, эти люди оказываются уже на линии боевого столкновения как мобилизационный ресурс тех подразделений, которые поблизости воюют. Наталья, и тогда вот в продолжение, что же происходит на оккупированных территориях с той информацией, которой сегодня как раз владеет украинская сторона. Скажите, пожалуйста, на оккупированных, прошу прощения, территориях как раз и Херсонской области, и юга Украины, насколько сейчас активно ведутся работы по подготовке вот этих квази-выборов президентских, которые должны пройти в середине марта, я имею в виду российских, это я нашим зрителям сейчас. Ведутся ли там работы подготовительного характера, если есть информация, какие это работы, я понимаю, что это работа с населением, скорее всего, это в первую очередь, но если мы говорим о подготовительном процессе, либо же здесь никто не готовится так, как должны были бы проходить выборы, если бы это реальные были честные выборы, но я просто вспоминаю всегда, как голосовали, я помню, вы тоже видели эти кадры, идите, голосуйте там, пишите на колесике на улице, там это проходило, и как ходили, зазывали и так далее, и извините с автоматами. Сейчас хоть как-то, условно, какие-то цивилизационные подходы используются, либо же вот как огульно действовали и сейчас будут действовать в этом аспекте. Основные усилия их сосредоточены все-таки на создании псевдоэлектората, это вот та самая паспортизация, которая якобы формирует гражданственность. Заморачиваться по поводу того, чтобы проводить и разворачивать агитационные работы, они не пытаются даже. Действительно, метода работы обхода по дворам с группой автоматчиков для них вполне приемлема и рабочая схема, поэтому тратиться на какие-то агитационные мероприятия они не спешат. Хотя, просто для того, чтобы себя потешить, вот оккупанты, коллаборанты некоторую часть бюджета все-таки отмывают таким образом, разворачивая псевдо-мероприятия по раздаче гуманитарки с соответствующими наклейками, по тому, чтобы заигрывать с населением для камер пропагандистских каналов. И основной упор все-таки делают на молодое поколение. Это работа в школах, в учебных заведениях, в местах сбора молодежи, в каких-то кружках, в дворцах занятости детей. Вот таким образом они пытаются обрабатывать молодое поколение, навязывая им понимание русского мира. Это самая болючая тема для нас в информационном процессе, потому что действительно влиять на детей на таком расстоянии, на оппированных территориях мы можем только через родителей. Ну да, и так коммуницировать, ну, хочешь не хочешь, но приходится для того, чтобы собладать вот с теми вызовами, которые, ну, сегодня создает Российская Федерация, ну, и в плане, простым словом, оболванивания, да, абсолютно вот всех людей, которые пытаются сохранить свою, давайте так, да, вот украинскую позицию и идентичность. Наталья, спасибо вам большое за разговор. Благодарим, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, была с нами.